Лайорнадо, Мексика, в Боливии почитается Випало Луис Эрнандес Новоро Лайорнадо, Мексика 13 ноября 2019 года В ноябре 2016 года по окончании рабочей поездки Эва Моралеса в департаменте Патаси, расположенном в Ландах, я взял у президента интервью на борту его самолета Когда спросил, почему в Боливии нет посла США, Эва Моралес вспомнил слова пострадавших от военной диктатуры шахтеров, тогда он только пришел к власти Их слова запечатлены в моей памяти, сказал президент Они пришли ко мне навстречу и сказали, господин президент, будьте осторожны с посольством США Знаете, почему в Соединенных Штатах нет переворотов? Потому что там нет посольства США Почти два года спустя, в августе 2018 года, в городе Качабамба, я задал ему вопрос о том, может ли в Латинской Америке волна консерватизма, которая привела к отставке Дилмы Русев, тюремному заключению Лула Дасилва и судебному преследованию Рафаэля Корея, захлестнуть и Боливию В то осторожное и оптимистичное время президент ответил, сомневаюсь, что это может произойти здесь Однако будут попытки Не думаю, что возможен военный переворот, но они попробуют расшатать ситуацию в обществе Они не смогут устроить государственный переворот в парламенте, потому что как в Палате сенаторов, так и в Палате депутатов у нас две трети Здесь невозможен и переворот судебной системы, поэтому посольство США, ищет способы дестабилизировать ситуацию в стране Однако они раз за разом терпят неудачу, потому что истина на нашей стороне, и это наше главное преимущество Этот вопрос был отнюдь не наивным За историю Боливии пережила не один государственный переворот Приходящие в результате диктаторские военные режимы исторически стали частью политического ландшафта страны Во многих случаях не обходилось без участия США и ЦРУ 6 октября 1970 года в стране за сутки сменилось 6 руководителей С 1967 по 1982 год государством управляли 8 президентов Однако Эво Моралес просчитался Даже несмотря на то, что на выборах 20 октября он одержал победу с перевесом в чуть более чем 10% голосов Его противники объявили результаты недействительными и спровоцировали массовые протесты, чтобы оправдать гражданский, полицейский и военный переворот Дабы избежать кровопролития, Эво Моралес и вице-президент Альваро Гарселинера, Альваро Гарчелинера, подали в отставку Этот государственный переворот – новая трактовка старых пособий по контрреволюции На протяжении месяцев ведущие средства массовой информации создавали ложный фон Чтобы поставить под сомнение легитимность президента и изменить общественное мнение После проведения выборов оппозиция отказалась признать результаты, которыми осталась недовольна А также, не представив ни единого доказательства, объявила о мошенничестве и решила не принимать участие в проверке организации американских государств ААК, группы людей во главе с крупными бизнесменами крайне правого толка вышли на улицы Начали разжигать насилие, угрожать и избивать граждан Национальная полиция отступила и позволила оппозиции совершать насильственные действия Вооруженные группы людей в одинаковой форме запугивали лидеров партии и движения к социализму, министров и государственных деятелей, вынуждая подать в отставку, и поджигали их дома Наконец, армия встала на сторону восстающих и потребовала отставки президента ААК сыграла ключевую роль в подготовке и легитимизации государственного переворота В Боливии главой делегации организации стал мексиканец Артур Эспиноса, Артур Эспиноса, ярый противник Эва Моралеса Наблюдатель был вынужден подать в отставку, так как не смог сохранить объективность В конце концов, организация опубликовала предварительный отчет о выборах, основанный на 333 протоколах из 34 555 В нем отмечается, что в 23% случаев обнаружены такие нарушения, как, например, зачеркивание в бланках или поддельные подписи Безусловно, все поддались искушению призвать к проведению новых выборов За государственным переворотом стоит империя Полиция и армия Боливии поддерживают тесные связи с Соединенными Штатами и их учреждениями Многие нынешние руководители органов безопасности, будучи сержантами или лейтенантами, проходили подготовку в военных учебных заведениях США Генерал-майор Юрий Кальдерон, Юрий Чалдерон, который до вчерашнего дня оставался командующим боливийской национальной полицией, до декабря 2018 года работал полицейским атташе в США Главнокомандующий вооруженными силами Боливии Уильям Скалиман Уильям Скалиман, был военным атташе в США с 2013 по 2016 год Это не означает, что в армии нет настоящих патриотов, которые поддерживают процесс перемен Контрреволюция идет по классическому пути расизма Луис Фернандо Камачо, Луис Фернандо Чамачо, видный лидер оппозиции, предприниматель, придерживающийся крайне правых взглядов Глава регионального отделения програжданского комитета Санта-Круса, который с трудом набрал 4% голосов на последних выборах Он словно крестоносец 21 века объявил борьбу с Випалой одним из главных символов государственного переворота Випала, исторический флаг индейцев Аймара, является национальным символом Боливии И используется внутри страны в сочетании с государственным флагом, не заменяя его, примечания редакторов В Боливии государственный переворот был спланирован для того, чтобы положить конец коренным политическим и социальным преобразованиям, которые происходят в стране последние 13 лет, и вернуть ее в клуб почитателей империализма Однако еще не все решено В борьбе между революцией и контрреволюцией последнее слово остается за народом Боливии Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ